В начале ноября нам как бы понадобились деньги, вот, и получилось так, что у меня после, муж с тобой после онкологии, после лечения, мы в Москве лечились. Пока лечили, там я уже два года не работала, у нас как бы финансовые трудности были, я не могла как бы выехать сама. Вот, зная вот эту Диму давно, Ромова, почти более десяти лет знаем его, вот, и муж хорошо знает, и я как бы доверяли все, вот, мы думали обращаться к нему, потому что он ломбард, знали, что он деньги выдает под залог и машины, и там недвижимости, там все, вот, решили обратиться к нему. Нам надо было в Армению. Ну, как бы там отец умер, надо было выезжать туда. Когда вот обратились к нему, он попросил паспорт и свидетельство на квартиру, что я документы все подготовлю и скажу, как вот прийти, как все будет готово, я вам отзвонюсь. Он звонит, что давайте быстрее, приезжая в МФЦ, наша очередь, хорошо, что моя знакомая как бы ждет, давайте только быстрее. Вот, мы бегом, ну, как бы были где-то, то ли на советском были, то ли в городе были с мужем. Сразу подъезжаем на Жуково, он мне, давай-давай быстрее, он сидел там как бы у этого окна, вот, давай-давай быстрее, я подхожу к этому окну, и этот, он что, давай подписывай, давай быстрее, хорошо, опять же, моя знакомая ждала, там пока подойдешь, давай быстрее подписывай, и как бы сверху прикрывала, этот, бумажка из ЖИКа, форма 3, вот, и я доверяя его, я не знала, что он вот такую как бы гадость устроит он мне, я доверяла ему, я зная его там, и что он так долго работает как бы вот на этом рынке, да, не знала, что он такую подставу сделает, вот, я подписала, он вот тут мне загибал быстренько, что палец поставь, что тут подпиши, я-то думала, это делают, но для быстроты, хотели вот отойти от окна, он мне к столику подвел, что подпиши расписку, я говорю, я-то думала на эти 220 тысяч, а смотрю в расписке, сразу как бы обратила, вот эти миллион восемьсот мне в глаза попали. Расписка, что вы получили деньги? Да, и миллион восемьсот, я говорю, Дима, я же столько не беру, почему подписываю, даже это у меня в записях есть, вот, что Дима, я столько не беру, почему я подписываю под такую сумму, а он объяснил тем, что это у нас такой распорядок, мы так работаем, что это в том случае, что если ты не возвращаешь сумму, потому что они выдают необговоренный срок, вот, если ты мне не отдаешь деньги, мы продаем квартиру, как бы, и наши деньги на этот день, вот сколько получается с процентами, мы забираем остальное, как бы возвращаем тебе, но я точно знала, что я ему отдам деньги, я точно знала, что у меня деньги будут, вот, и как бы я отдала, а договор там я даже не читала, я два месяца у меня в городе не было, вот, я приезжаю и сразу как бы к нему уже с деньгами, а он что-то тут мне мямлит, вот сейчас пока не получится, на квартире ареста, не ареста, запрет пристава поставили, написала заявление, два дня подождала, вижу ни звонка, ни слуха, ни духа, потом звоню сама в полицию, они что, сходите, говорят, напишите еще на строителей там в первый отдел, я пошла еще там написала заявление и это вот дело у нас длилось с марта месяца, я первое заявление написала 4 марта и до сих пор я не могла ничего добиться, это большое спасибо холоду Антону, что вот видимо только через него вот это все зашевелилось, он миллион процентов был уверен, что я без денег, у меня денег нету на адвоката, никого денег нету, что я как бы тихо мирно выйду, он же мне сказал, предупреждал, что тебе лучше без нервов, безо всякого выезжать с квартиры, тебе даже не рыпаться, тебе ничего не доказать, он мне это дал понять, что у него везде куплено, ну вот посмотрим, до Москвы-то не куплено, мне даже люди, которые вот я искала пострадавших, мне люди даже в этом ВКонтакте писали, тебе с ним не справиться, у него папа видимо какой-то бывший УВДшник, что тебе с ним не справиться, я говорю посмотрим справиться или не справиться, ведь я же честные люди все-таки